В чемпионате Испании как минимум 6 раз в каждой игре он заставляет фалить на себе своих соперников. И точно пробивает штрафные броски, пока это не свойственно, как известно, центровым, и поэтому не может не вызывать уважения. А Реал снова впереди 10-7. Мяч у Сергея Панова. 15 секунд в распоряжении ЦСКА на атаку. Очень плотно опекают Игоря Куделина. Я вижу сейчас к нему персонально прикрепился Сантос и не дает Игорю практически перемещаться по площадке. Тот пытается найти свободное место, но неудачно. А сейчас вы видели, что передача последовала на Кисурина, которого опекал Орлаукас, и он получает первый пол. Способом, как вы уже могли заметить, хочется, чтобы эта неприятная традиция не продолжилась и дальше. Каждый удачный момент в игре ЦСКА сегодня невольно у нас будет вызывать одну и ту же фразу. Ах, если бы это было вчера, точнее позавчера, если бы Куделина и Панов эти трехочковые забили по натяной косу. Ну что же, теперь остается надеяться на то, что сегодня некая психологическая расковность поможет армейцам показать свою настоящую силу, истинную, истинно-армейскую игру и поможет им победить даже такого грозного соперника, как мадридский Реал. Панов проходит под щит. Вросок через руки Смита. Неудачно мяч подхватывает Сантос и начинает атаку своей команды. Смит с мячом. Орлаукас. Первый подбор Джулиусон. Воса мяч. Игорь Куделин, Василий Карасев. Получится быстро атака у ЦСКА. Василий Карасев. И мяч добавляет в корзину Евгений Кисурин два очка. Характерный момент. Наши достаточно часто удачно играют на подборе в эти первые три минуты на щите Реала. Несколько раз Панов не сумел добавить. Удалось Кисурину сейчас. Смит с мячом. Шесть минут и три секунды сыграно в первом тайме. Счет равный 12-12. На ваших экранах Василий Карасев. И фолл получает... Ну, фолл получает, естественно, Василий. Именно поэтому на него обратили внимание операторы. Кстати, пока... ...это игры. Все 12 очков практически заслуга в атаке Зорана Савича. Молчит Орлаукас. Может быть, учитывая то, как неудачно сыграли армейцы под своим щитом. И построил сегодня Женька Обрадович. Во всяком случае, на первых минутах тактику игры через Савича. Но... Трехочковый в исполнении Василий Карасев. Неудача, но мяч подбирает Сергей Панов. Можно Кудерину отдать мяч. Еще одна неудача. Это неприятно. Тем более, что вы видите быстрая контратака Мадридского Реала. И первые два очка Джо Орлаукаса. С мячом Игорь Куделин. 14-12. Впереди Ареал. Здорово замыкает комбинация Евгения Кисурин. А у наших готовятся выйти на площадку. Во всяком случае, активно разминаются. Гундер Светра и капитан ЦСКА Корнев. Посмотрим, как быстро ему дастся войти в игру. Также первую замену подготовил Ареал. Хуан Антонио Моралев. Защитник, простите, центровой. Готовится вступить в игру. Ну что же, кажется, Желько обрадович серьезно намерился составить... Вернее, сделать подавляющим преимущество под счетом баскетболистов Мадридского Реала. Ну а пока счет равный. 14-14. И атакует ЦСКА Сергей Панов. Карасев. Пас над Жолюсом. Вот он. И фол. Фол Зорона Савича. Он на ваших экранах. А на площадке появляется как раз Куан Антонио Моралев. 12-й номер. 2-й центровой Реала. И, кстати, самый высокий составе в мадридцах. Я имею в виду в играющем составе. Его рост 211 сантиметров. Ну а на банку запасных действительно садятся ветра и корнев. Атака, армейцев тем временем продолжается. Панов с мячом. Пас на Игоря Куделина. Да. Оставим без комментариев этот игровой эпизод. Неудачный. Нет, простите. Удачный трехочковый бросок в исполнении Смита. И Реал впереди. 17-14. Который, кстати, Смит, я имею в виду, и вчера забил. Два очень важных трехочковых мяча в матче с Барселоной. Куделин вновь с мячом. Каратев. Чуть не опустился на одно колено Василий. Нет. Все. Полоса точных бросков кончилась, кажется, у ЦСКА. В таком случае на это время. Но вот вновь очень удачно, очень удачно действует Сергей Панов. Он приносит своей команде первые два личных очка. Вообще, по-моему, по КПД своему, по коэффициенту полезного действия, он пока, на мой взгляд, безусловно, лучший у армейцев. 17-16. Передерял. В первом тайме сыграно 8,5 минут. Действительно, обрадовающий хочет усилить сейчас игру своей команды под щитами, поскольку площадку покинул Орлаук, из которого достаточно жестко прихватил Кисурин. И сейчас, имея под щитами Моралеса и Савича, у Реала может возникнуть некоторое преимущество. Тем более, что армейцы играют так же, пока не очень спешно. Неудачно в быстром отрыве решали этот игровой эпизод московские армейцы. Сейчас вы видите его повтор. Здорово действовал Смит. И, как зафиксировал арбитр, мяч покинул пределы площадки от колена Игоря Куделина. И, значит, вновь им овладели и начали очередную атаку баскетболиста Реала. Сантос с мячом. Ну, сейчас вы увидите статистика на ваших экранах. Пусть они задержат взгляд ее любителей, а мы обратим все внимание на площадку. Савич. 20 секунд в распоряжении Реала на атаку еще. Очень интересная передача на Сантоса. Смит. 10 секунд на атаку у Реала, и мяч остается у Мадрицы. В игру входят Гундерс Ветро и капитан ЦСКА Корнев. Вместо Евгения Кисурина и Сергея Панова. А у Реала действительно произошла замена. Сел на лавку Смит, а вместо него вышел 26-летний форвард Сантьяго Аба. Кстати, Анвоту уже переключился на более высокорослую мораль. Бросок неудачен. И судья показывает, что мяч покинул пределы площадки от Джулиуса Анвоту. Ровно полтайма сыграли команды. 19-16. Впереди Мадридский Реал. Первый фолл Гундерса Ветро. Вместо Савича вышел, вернулся на площадку Джор Лаукас. Потери и новая атака ЦСКА. У ЦСКА на площадке вообще эту разминку не прекращали ни на секунду. Даже в городе. Даже в городе. По крайней мере нет такого места сейчас в Париже, где нельзя было. Еще один волейбол под счетом мадридцев, который заканчивается к очередной атаке. А тем временем, что-то очень активно подсказывает Василию Карасеву, Евгению Кисурину, Станислав Юрьевну, который собирается вернуть их на площадку. 24 секунды на атаку у Мадридского Реала. 19-16 впереди испанцев. Мяч у Орлаукаса. Второй подбор Джулиуса Новосу. Сергей Панов, Гундер Светра, контратака ЦСКА. Корнев. Можно назад оттать мяч. Оставим без комментариев и этот дальний бросок. Дальний для Джулиуса Новосу бросок. Сейчас вновь мяч у мадридцев и те не промахиваются. Пойдет сам. Пол. Пол получает он Антонио Мораус. Не очень одобрительно специалисты отзывались об игре. Предоставили сейчас слово в нашем комментарии Станиславу Еремину. И я думаю, что вам было гораздо интереснее узнать, что сказал с вами подопечным главный тренер ЦСКА, нежели чем наше суждение о происходящем на площадке. Мы только помогаем вам следить за великолепным баскетбольным спектаклем. И сейчас на точке исполнения штрафных бросков 8. Грампа периметра в исполнении московских армейцев. Уделен, проходят чуть ближе и атакуют и вновь неудачно. И снова пол Моралитсом. А процент попадания с игры у ЦСКА опять очень низок. Вы видели во время тайм-аута, вам показали эти цифры. 39% очень мало. Но вот, к сожалению, пока не хочется, не хочется забегать вперед и думается, что все еще армейцы исправят. Но вот пока мы увидели несколько моментов, где подтверждается та истина, горькая истина, которую изрекли сами баскетболисты ЦСКА. Великолепный крюк в исполнении Василия Красенева. Это отдает пас чуть назад. Несточный трехочковый. Проход под щит. И на этот раз два очка приносят своей команде. Кажется, все свои трехочковые реал выбросил вчера. Хотелось бы так думать. И очень много из недобросил позавчера ЦСКА, безусловно. Тоже хочется очень так думать. А Джулия Солоса появился на площадке вместо Корнева. Надо сказать, что Солос совсем неплохо провел свой игровой отрезок, на мой взгляд. Очередные два очка Василия Красенева после стольного прохода. Почти-почти. Ответный выпад мадридского реала. ЦСКА почти догнал своего из Ави. 24-22. Всего два очка. Преимущество мадридцев. Ты знаешь, Танислав, мне кажется, что сейчас более разнообразно по составу действует мадридский реал. Вернее, главный тренер команды Желька Обрадович. Давайте вспомним. Полуфинальный матч с Барселоной. Тайм. И еще какое-то время играет пять игроков у реала. Это, может быть, и служило плохую службу. Если бы вы могли видеть сейчас такую вешенную репетицию перед финалом проводят греческие болельщики, шоу бы вас заплатил, я уверен. Но также вас должно заплатить из шоу в исполнении Василия Красева. Остался мяч у ЦСКА? Нет, не остался. Контратака мадридского реала. 4 на 2. Разыграют. Абар бросает. Точно. А Красев действительно был хорош. Бросок. Правда, сам не забил. Подобрал. Еще раз вытащил мяч из-за аута. Жаль его, чуть-чуть ему не помогли. За слон ставит Василий Евгений Кистурин. Один, еще один. Сам получает мяч Евгений. Актулка Сергей Панов. Левого фланга атака неудачна. Очень свободно сейчас дают бросать мадридский фланг. Два лифта ССКА. 4 минуты 50 секунд до конца первого тайма. 26-22. Впереди мадридский реал. Явно сегодня не день Орлаукаса, даже Карачев его перепрыгивал. Получил мяч. Пас Евгений Кистурину. Гундерс Ветра. Точный трехочковый бросок в исполнении Гундерса Ветра. Совсем маленькое преимущество у Реала. Теперь 26-25. Табло на ваших экранах. Атакует, атакует мадридский реал. Орлаукас сделал передачу на Абада. Но Никита Моргунов не дал ему забить. Приятно видеть очень Никиту в составе. Ну, а вот сейчас в своем репертуаре исполнить ансамбль песни и фляски полейщиков по Натинайкосу. Бесподобное зрелище. То ли еще будет, когда начнется финальная игра. А после его? Ну, надо еще узнать, каков будет результат. Тем временем по серии Мадридского Реала мяч у баскетболистов ССК за 4 минуты и 8 секунд до конца первого тайма. Да, и такое бывает в баскетболе. Вы сами видите, как ошибся в этом эпизоде Измайль Сантов. И у ССК есть шанс выйти вперед. Стоит в Олимпийском седении Берси в Париже. Никита Моргунов вновь возвращает мяч Василию Карачеву. Стоит ему за слон. Существует ему не очень пригодился. Сейчас мяч с Кисуриным. Но это совсем неплохо, Джулиус. Вот это совсем неплохо. Здорово, здорово распорядился мячом. Пока нет Савича на площадке. Стоит переигрывать с Моралесу? Все-таки это не очень страшный игрок для Джулиуса. Орлаукас. Моралес пытается открыться. Уходит из-под кольца. Получает мяч. Смит. Что задумал Реал? Еще один пас на Моралеса. И два очка. Чуть было не запутался в собственных руках и ногах. Моралес, но в конце концов сумел найти правильное продолжение атаки. Сейчас Никита Моргунов под щитом. И на нем палит Моралес. Первый не тот. Сам, сам решил исправить собственную оплошность при исполнении штрафных бросков Никита. Но, увы, неудачно. Хотя шанс таковой у него имелся. Вы это прекрасно видели. Три минуты остается до конца первого тайма. 28-27. Впереди Мадрид Кириал и он атакует СМИ с мячом. Пас на Моралеса. И кто знает, раздействует не точно. И вот мяч, к сожалению, покидает площадку от рук. Быстро атакует Гундерс ветром. И сегодня он тоже забивает. Тоже я имею в виду, вспоминая все тот же заполученный ганат в матче по ночной косам. Да, тогда и у Бунча, как Ласкова называют его, и партнера по команде, и тренеры, и многие болельщики. Тогда у Бунча, к сожалению, не заладывает броском. Будем надеяться, что сегодня все будет по-другому. Вот и Савич поправился. Он вернулся на площадку, заменив 12. Он играет с Орлаукасом, он сейчас... Василий Карасев в падении атаковал кольцо. К сожалению, неудачно. Орлаукас. Два очка. Хорошо, что без пола. Показывает сейчас корни в арбитру, что с нарушением атаковал Орлаукас, но, как говорится, очень сложно придраться к этому игровому эпизоду. То есть там нужно собственными усилиями решать судьбу первого тайма, что и пытается делать Василий Карасев, к сожалению, неудачно. 30.29 впереди Мадридский Реал. Может получиться быстрый отрыв. Игорь Кудерин. ЦСКА выходит вперед за минуту 30 до конца первого тайма. 31.30. Павло Лассо с ничем. Очень хотелось бы, чтобы ЦСКА преимуществом закончил первую половину этой встречи. Смит. Пас на Савича. Смит возвращается. Мячик мой Флата. И очень удачно здесь сыграл Игорь Кудерин. Пожалуй, вся команда, которая здорово сыграла в защите. Каждый против своего опекуна. 54 секунды до конца первой половины встречи. И 15 секунд в распоряжении ЦСКА на атаку. Ветра. Кудерин. Пол Джуар Лаукаса. Поднимитесь на заслон. И движение нужно. По слабой стороне немножко заслон. Джулиус, хелп, мэр, визыбол. С другами сейчас. Не прыгайте на игру. У нас будет короткая атака. 38 секунд на стол. Ага, ага. Требят. Сordergt. Палк. Жест. Фулк корневые штрафные в исполнении «Орлаука». Которые не любят промахиваться в такой ситуации. Ни в такой ситуации. Первый бросок точен. Второй также точен. 38,5 секунд в распоряжении ЦСКА. В распоряжении ЦСКА, естественно, 30 секунд. А вот до конца первой половины осталось, но уже меньше. Уже 30 секунд осталось до конца первого тайма. И 19 секунд на атаку московских армейцев. Ветра. Уделен. Красил. Уловили момент для атаки. Армейцы только-только отошел от ветра его опекун и получите свои 3 очка. 34,32 впереди ЦСКА. 4 секунды до конца. Мяч засчитан. Не в пол. Обидно. Этот тайм уже не будет для нас победным. В лучшем случае ничейным. Это только если Смит промахивается со штрафного сейчас. 3,5 секунды до конца первого тайма. И, конечно же, тайм-аут. Конечно же, тайм-аут. 3,5 секунды. Ну, опять-таки, не хочется говорить банальности. Не хочется повторять, что бывали случаи в баскетболе, когда и с меньшим количеством времени команда... Куреала мы получили очередные 2 очка в свою корзину. Мы это ЦСКА. Четвертый номер Ветра, пятый НВОСУ, шестой Панов, 12-й Карасев и 15-й Кисурин. Чуть медленнее. Карасев в атаке. Не спешит. Мяч у Кисурина. Гундерс Ветра. Василий Карасев. Блестящий еще один трехочковый бросок. 42,39. ЦСКА впереди. Антонус. Смит. Ну что же, сейчас хорошо переиграли наших. Мадрид и Савич приносят своей команде очередные 2 очка. А с мячом вновь Василий Карасев. 42,41. Минимальное преимущество ЦСКА. Чуть бы мы не отобрали мяч у Кисурина. Но пока все благополучно. Еще 15 секунд на атаку у армейцев. Панов. Смит. В перерыве мне удалось поговорить с некоторыми специалистами баскетбола, которых, разумеется, много на таком представительном форуме клубного бюджета. Семистичные для нас прогнозы. А пока, пока в атаке Реал Смит. Не точно. Подбор. Нет. И вновь Смит с мячом. И вновь 30 секунд на атаку у мадридцев. Но они играют, созываются очень часто. Три минуты сыграли команды во втором тайме. Группа поддержки из Панатинайкоса исполняет песню с поднятием рук, так и называют эту композицию, во славу ЦСКА, который должен сегодня завоевать третье место. И это подтверждает Василий Карасёк сочным броском. 44-41. Фанаты Барселоны, которые появились на трибунах во время перерыва, спровоцировали этот бурный энтузиазм греков. Как только взметнулись барселонские флаги, тут же стал вся греческая, хотел сказать, половина. Как минимум три четверти зал. Очень, как минимум. Ну а пока-пока. 44-44 равенство. Сергей Панов с мячом. Тарасёк. Вундерс ветра. Пробежка. Так, всё. Всё впустую. Ну а сейчас меня без труда перекрытирует греческая торсида. А Савич, Савич промахивается из выгоднейшего положения. Всё-таки, мне кажется, Реалу Труда настроится на этот матч. Если вспомнить, за последние 16 лет, я беру как отсчёт 79-й гол, год Реал дважды выигрывал сначала Кубок Европейских Чемпионов, а теперь Финал 4. Я думаю, что армейцы сейчас снова будут играть по всему периметру. Они случайно очень часто повторяют. Это снова действительно тактика, которая при удачном исполнении всегда приносила ЦСКА свои плоды. пас на Панова, Нвосу. Пол в атаке. Орлаук. Тантов. Антонов. Антонов вчера не промахивался. Да. Ветра. Панов. Зато и сегодня промахивается Панов. У него и в первом тайме было летать. Первый не точил, к сожалению. Мяч попрыгал по кольцу, и от головы Савича вновь попал к Сергею Панову. 45-44. Теперь ЦСКА вновь переведено. Преимущество, прямо скажем, более чем жидкое. Атакует Реал. Антонов. Большинство комбинаций у Реала строится через Антуноса. Вот и сейчас я уверен, что мяч будет оттуда ему. Сантос. Нет, а Сантос и мяч будет. Мы телезрители готовят к следующему матчу, финальному, между Барселоной и Панатяновикой. Бежа, бело-зеленый. Успросят меня поклонники греческого супер-клуба. Честно говоря, не без страха посматриваю в ложу, где уже расположились фанаты Барселоны. Их гораздо меньше. Если дела у греческого клуба пойдут не очень хорошо, я боюсь даже загадывать. Но полиция, слава богу, все прибывает. И прибывает. А сейчас Панов снимает мяч из своего кольца. Греческая атака успеха не понесла. Василий Карасев, Гундерс, Ветра. Точный трехочковый бросок. 48-44 ЦСКА впереди. Сыграно 6,5 минут во втором тайме матча за третье место. Табло на ваших экранах. А вот, кажется, забыли. Нет, не успел бросить один из этой номера Сантос. Успел бросить Орлауков, но неудачно Кисурин подбирает мяч. И Карасев, Карасев вновь ведет в атаку своих партнеров. Оставляет мяч Евгений Кисурин у Ветра. Точный трехочковый бросок. Два трехочковых подряд в исполнении Гундерса Ветра. Браво, Гунча. Карасев видит, что у Ветра пошли броски. Значит, наверное, сейчас будет команда играть через него. Карасев не совсем не жадный. Если идет мяч у Ветры, получит он. Если у Кудерина, получит Игорь. Измайль Сантос ответный трехочковый бросок. 51,47. СССР по-прежнему впереди. Но, конечно, для Реала достаточно своевременно был этот удачный выстрел Сантосом. Кисурин. 15 секунд в распоряжении ЦСКА. Сейчас уже, конечно, меньше, но точно действует Евгений. Два очка. Он в очередной рапции. Игры гиба. 8 минут сыгранного во втором тайме. Савич. Савич очередные два очка превосход в двоей команде. И вновь, вновь ведет вперед своих партнеров. Плеймейкер ЦСКА Василий Карасев. Впрочем, конечно, называть только плеймейкером Василия более чем странно. Он универсален. Он, безусловно, лидер команды. И, как мне кажется, переигрывает своего опекуна Антуниса. Станислав всегда опередил мою мысль. Буквально сейчас спас на Кисурина. И великолепно. Гунча как будто исправляется за те немногочисленные промахи, которые он допускал в полуфинальном матче с Панатинайкосом. И сейчас действует просто здорово. 58-49, ЦСКА впереди. А Брадович активно воспитывает собственного панов. Сантос пониже его перепрыгнет. Не совсем на мячике осталось у армейцев. Василий Карасев в атаке. 11 минут до конца второго тайма. ЦСКА атакует 22 секунды в распоряжении армейцев. Реал уступает 49-58. Ветра. Карасев. Очень-очень плотно играют против него. Василий атакует. К сожалению, неудачно Савич подбирает мяч. И ответная атака, которую начинает Антонус. Сантос. Сейчас, я уверен, мяч вновь вернется к Антонусу. Так и происходит. А теперь можно сделать пас на Смита. Нет. Находят Савича. И тот еще приносит своей команде очередные два очка. Савичу хорошо знакомы эти парижские кольца. Здесь он в последний раз выигрывал свой третий финал четырех в составе югославской югопластики из города Сплида под руководством Божидара Малковича. Сегодня Савич играет за третье место. А его бывший тренер Малкович будет чуть позже играть за первое. И выкрут. А вас с ними приветствуют болельщики Панатинаикаса, появившегося на трибунах президента их любимого клуба. Пол. Очевидный пол Антонуса. Немножко обидно, конечно. Практически один сейчас выходил, но с другой стороны увидите, что сделал Антонус. В экранах Гундерс Ветро, герой последнего игрового отрезка. А в Реале также замена. Ушел отдыхать Антунис, а вернулся на площадку Пабло Лассо, разыгрывающий. Кстати, один из тех самых пяти новичков Реала. Все свои лучшие годы Лассо провел в команде Таугресс. Точен первый бросок в исполнении Ветро. 60-51. Точен и второй. Преимущество ЦСКА. 10 очков. Простите, 9-60-51. Пабло поправляет вашего комментатора. За 9 минут 40 секунд до конца второго тайма. Моралес. Лассо. Ставич. Смит. Моралес. Очень здорово выводили сейчас Смита на трехочковый бросок, но он оказался не точным. Жаль только, что мадридцы вновь подобрали мяч. И фол. Фол Джу. Жаль на югославскую выучку. А сейчас Корнев молодец был. А вот Смит сплоховал. На радость болельщиков ЦСКА. Нвосу подбирает этот мяч. И Куделин пас на Корнева делает. Достаточно скоропалительная атака Корнева. К тому же Фолон Моралес. Сантов. Вновь класса. Теперь по периметру играет уже баскетболист Реала. Ну, обычная тактика мадридцев, впрочем, как и у многих других европейских клубов, держать мяч почти все 30 секунд и атаковать только под занавес, что успешно и делает Савич. Сегодня он, безусловно, лучший у мадридского суперклуба. Карасел с мячом. 60-53, ЦСКА впереди за 8 минут 15 секунд до конца второго тайма. И 16 секунд в распоряжении ЦСКА на атаку. Нвосу. Ищет партнеров для того, чтобы оттать пас. Куделин. Пробежка у Игоря Куделина. Заслонили для нас картину боя. Ласов пас на Сантоса. Не идут трехочковые, но посмотрите. Смит, кстати, был сильно травмирован в этом сезоне, поэтому, наверное, он еще не успел набрать свою лучшую форму. Тем более, ему уже 32 года. А в это время, наверное, возвращаются в боевой строй чуть-чуть тяжелее. Мужественные парни из Древней Иллады только что были на ваших экранах. Но все, внимание на площадку. 7 минут 33 секунды до конца второго тайма. ЦСКА атакует. Куделин. Куделин вновь куделин. Не рискует бросать издали. Чувствует, что не идут броски. Но на скамейке уже гондор с ветра. А вот и бросил. Но не точно. Нвоса подбирает мяч. Очень досадно. Очень. Но вы и сами видите, что случилось. Начал вырывать мяч у Сергея Панова. Нельзя не признать, что чуть-чуть меньше стали играть на Джулиусон. Воса сейчас московские армиицы. Но это достаточно справедливо. В общем-то, процент браков передачи в Суливу достаточно высок. Но оконфликтовать сейчас со своим партнером было совсем нелепо. Тем более вырывать у него мяч. Савич. Не перелучилась передача на Моралеса. И он атакует сам. И атакует... Дистанк. Свести преимущественно ССКА до 5 очков. А вы снова увидите танец. Танец греческих болельщиков. Которые прежде всего все свои силы направляют на психологическое воздействие фанатов в барсе. С ней штрафныш. По 20 подборов. Все-таки здесь немножко иной баскетбол. В Южной Европе. Сочные броски в исполнении Василия Красева. 62-55 преимущество ССКА. В атаке Реал. Пабло Лассо. Сантос. Смит. Футбол, кстати, Евгений Кисурин тоже играет совсем неплохо. Мы могли убедиться в этом, наблюдая последние тренировки ССКА в Новогорске перед отъездом в Париж. Что сейчас и продемонстрировал в данном игровом эпизоде. А Реал продолжает свою атаку. Аут, говоря по-футбольному. Показывает арбитру, что Кудерин коснулся мяча. Потому Реал продолжает атаку. А могла бы быть зона. Ну что сейчас об этом говорит Лассо с мячом? Смит. Точно. Зазамелись трибуны справа от нас. Это по-прежнему Бунатинаек, который разминается перед финальным матчем. Шалят, ребята, шалят. И как бы они не расшалились к началу финальной игры. Дорогие болельщики, я просто призываю. После неудачного трехочкового игрока на лавку. Нет, нет. Чудеса, практически чудеса творил сейчас Сергей Панов. Но не смог подобрать мяч Евгений Кисурин. И Смит не решился на очередной трехочковый. Фасна Орлаукаса. Мяч вновь попадает Смит. И теперь Классо. Сантос. Вновь первый сочин. Разыгрывающий Реал Аласа получал инструкции от Абрадовича. Теперь же на плане Оркука Абрадовича отправился Смит. Меньше пяти минут до конца второго тайма. 62-60. Преимущество ЦСКА, увы, стало минимальным. Да, в общем-то, за такое малое количество времени о преимуществе не приходится говорить. Неточный бросок в исполнении Сергея Панова. Он сам исправляется и... Два очка засчитаны. Не совсем точен, если сказать, что совсем не точен в атаке Сергея Панова. Однако на подборе на счете Матрицев он играет сейчас почти по розмитке билетов. Все-таки мы, увы, не Греция. А и в том, что победив в четвертьфинале фронтузский Пуартет практически лишил парижан интереса к финалу четырех. Чем и воспользовались греки. Тем не менее, уже сейчас я вижу, что стадион Берси заполнен практически до отказа. А я напомню вам, что он умещает 17 тысяч. Но, внимание. Точен бросок Сергея Панова. 65-60 ЦСКА впереди. 4 минуты 45 секунд до конца второго тайма. Играть еще ой, как много. И пять очков, безусловно, пока еще ничего не значит. Лассо. Сантос. Легко дали пройти сейчас под щит. Лассо. И он был точен. Ну что же, нас ждет увлекательнейшая концовка, в которой многое будет решать плоднокровие, мастерство и стальные нервы. Бросили его одного. Вроде бы точка была достаточно любимая для Джулиуса. Но сегодня он не сильно забивает. Хорошо бы отстоял в защите на подборе. Как сейчас против Моралиса? Никак сейчас. Минутный перерыв попросил. Жене ЦСКА на атаку. Панов. Пол в атаке получает Гундер с ветром. Бол из Парижа на телеканале СВ-6 Москва. В первом тайме мы специально замолкали во время таймаутов, прибавляя то, что по телевизионному называется интершум. Чтобы вы могли слышать Станислава Еремина. Покажи на ваших экранах самые красивые моменты сегодняшнего матча. Действительно красиво. Но может быть финал, мотивировка в котором будет совсем иная, чем у соперников, которые играют сейчас. Всегда более чем скромно издержанно. И мне их можно понять. А сейчас Смит в атаке. Пол Василия. Крып в одно очко. И два пола последних получили именно армейцы. Как-то очень любезные кольца сегодня. К мадридскому Реалу. Теперь чище. Уже Реал спереди. 66-65. Василий Карасев. Хорошая скидка на Корнева. Есть два очка. Такие качели сейчас начались. Вы посмотрите. 67-8. 2 минуты 52 секунды до конца второго тайма. Счет равный. 67-67. Можно не торопиться сейчас. Два очка. Вновь здорово играет капитан армейцев Корнев. Немножко непривычный состав у ЦСКА сейчас на последних минутах. Неудачно играл Куделин в этом матче. Он на скамейке. Неудачен был двот. Он на скамейке. Смит в одиночестве у Реала сейчас. Извините, что я перебил вас, Станислав. Смит действительно был в одиночестве. В опасном одиночестве. Отдал мяч власть. Но он уже боится бросать. Два очка. Не три, а два очка. Принусит Ласса в своей команде. 2 минуты 10 секунд на табло. 69-69. Но мы стали все чаще и чаще перебивать друг друга. Нас заплестывает эмоция. Я уверен, о вас тоже, дорогие. Первый точек. Есть и второй. 71-69. И тем не менее, даже за две минуты до конца второго тайма Ласса не будет спешить. Стучит ОПЛ. Сегодня мы разговаривали с Сергеем Беловым, президентом Федерации России. И как раз он-то и выражал величайшие неудовольствия подобной тактике многих европейских клубов. Но внимание, вновь Ласса с мячом. 7. Нет, снова 30 секунд в распоряжении мадридского Реала на атаку. За минуту 39 за конца второго тайма. О том, что рассказал нам сегодня Сергей Александрович Белов за утренним кофе. Мы вам расскажем во время телетрансляции второго финального матча. А пока же все, внимание, только на площадку. Белов мяч выиграл, но он вылетел в аут. Вновь 30 секунд на атаку мадридского Реала. С мячом Сантос. Орлаукас. Смит. Лассо. Все внимание, все внимание на Орлаукаса и на Савича. Подбор. Мяч вновь у Ласса и сейчас. Орлаукас. Это был Орлаукас. Он просидел на скамейке очень много времени во втором тайме. И вот теперь свеженький вышел на концовку. Не забивал весь матч. Может быть, надеется, Образович забьет теперь в решающие минуты. Минута 8 до конца второго тайма. Джулиус Лассо возвращается. Вы сегодня оспаривают, не наши. Джулиус успеет. Очень важные два очка. За эти два очка Джулиусу можно, честно говоря, даже многое просить из того, что он успел натворить в этой игре. Сейчас он действовал безупречно. Так, как и должен действовать центровой. Я уж боялся, он перестоит больше трех секунд положенных, если судить по названию этой зоны. 40 секунд до конца второго тайма. Лассо. 12 секунд распоряжение Реала на атаку. 9. Лассо с мячом. 6 секунд. Конечно, передал последний раз в этом матче. Таймаут. Конечно, таймаут. 27. Панов. Получил, получил мяч Савич. Успел бросить, однако судья энергично риф. Что ж такое, что ж такое, ведь так не хотел мяч заходить в корзину. Второй бросок. Точины второе. 73-73. 25 секунд на атаку ЦСКА. Наверняка армиица не будут торопиться. А Реал, наверное, попытается свалить. Да. Да, Лассо сделал то, к чему призывал его Абрадович. Он свалил на Василия Карасева. 17 секунд до конца второго тайма. И вновь обрадович что-то подсказывает своим подопечным. И, наверное, как раз 17 секунд останутся у Реала на его последнюю атаку. Тем более, что Карасев свой штрафной первый не забивает. Второй тоже не точно, но... Перебить просто. Видимо, кто-то чуть раньше, по-моему, это был Орлаук, сдвинул кто-то своего места. Теперь хорошо. 74-73. И, наверное, наше время палить. 12 секунд до конца второго тайма. Лассо с мячом. Все сведется к одному броску. К двум, которые Ореал промахнулся. Корнин сделал, наверное, самый решающий подбор. В этом матче. Его подходит поздравлять вся команда в пол. И за 2 секунды до конца при счете 74-73 в пользу ЦСКА. Корнин будет бросать штрафные. Важное уточнение, Станислав. 2,8 секунды до конца. Но браво, капитан ЦСКА. Браво, Корнин. Драматичнейшая развязка. Мы замолчали. Вы поняли о чем. 2,8 секунды до конца второго тайма. 74-73 ЦСКА впереди. Орлаукас бросает из Укисурина из середины. Конечно же, мимо. Мимо, мимо. Подымается скамейка ЦСКА. Выходят тренеры. Выходит вся наша делегация на площадку. Потому что мы победили. Пусть одно очко. Но и сегодняшняя победа, которая принесла армия в третье место. Это прекрасный итог их прекрасного сезона. Поздравляем вас, российские болельщики. 74-73. Блестящая победа ЦСКА над супер-клубом из Мадрида. Вы смотрели этот великолепный матч в прямом эфире на телеканале ТВ6 Москва. Что же, армейский клуб доказал, что весь сезон он не зря, не зря занимал первую строчку в европейском рейтинге. Ну что же, кто не ошибается в одном матче. Сегодня успех за московскими армейцами. Это очень приятно. И приятные аплодисменты всего зала, который раздаются сейчас в адрес баскетболистов ЦСКА. Победы вас! Победы, дорогие друзья!